Итак, в этом видео мы рассмотрим инструмент трансформации закреплений. Он создает на плоских гранях локальную систему координат для закреплений и перемещений, а на цилиндрических гранях неподвижную ось вращения. Итак, вот наша 3D-модель, похожая на рычажный механизм. Она состоит из трех частей, которые соприкасаются ребрами. Объединим их булевым слиянием. И для наглядности добавим некоторую прозрачность. Теперь переходим в МКЛ. Создаем контейнер с расчетом. Генерируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Добавляем собственный вес. Теперь будем добавлять закрепление. Отверстие в кривошипе, независимо от его положения в пространстве, нужно добавить закрепление по X. Теперь добавим трансформацию. Выбираем цилиндрическую трансформацию и добавляем внутреннюю поверхность отверстия. Вот появилась наша ось вращения. Теперь добавим в закрепление нижней грани ползуна. Закрепим его по YZ. Теперь добавим трансформацию. Ортогональная трансформация. Вот появилась наша система координат локальная. Повернем ее на 45 градусов. Теперь наш ползун может двигаться вдоль оси X локальной под углом 45 градусов. Теперь к концу ползуна назначим перемещение вдоль X на 20 мм. Также добавим трансформацию. И повернем систему координат также на 45 градусов, чтобы наш ползун мог двигаться вдоль оси X локальной под углом 45 градусов. Все готово к расчету. Заходим в Calculix, записываем файл задания и запускаем Calculix. Вот наши результаты. Кривошип двигается вокруг заданной оси вращения. А ползун сдвигнулся на заданное расстояние вдоль заданной оси вращения. На этом все. Дякую за увагу. Продолжение следует...